всем привет вы на канале захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм всем приветики как я и обещала показываю была я в магазине сделала кое-какую закупку продуктов и сейчас покажу сценами чтобы было понятно у нас сейчас евро 30 с копейками ну в общем будем ориентироваться на 30 гривен 1 евро и здесь у меня нет мяса потому что я его закупила до этого покупала куриную грудку на каркасе это не филе куриная грудка она как бы на кусточке идет 86 гривен затем взяла вот такой вот лаваш без консервантов без дрожжей без сахара 11 гривен молоко купила и йогурт молоко 23 гривны йогурт 19 гривен из-за половины баночки вот этого йогурта и литра молока у меня получится 10 йогуртов домашних я показывала как я их готовлю и по цене это получается намного дешевле чем покупать постоянно вот такие вот баночки затем так сколько у меня здесь 300 грамм сладкого перца 3 гривны 19 копеек 10 центов купила бананы бананы 26 80 17 80 получились грибочки 9 76 по 45 гривен за килограмм здесь у меня 214 грамм пекинская капуста вот цена 13 20 за килограмм 763 лучок по 7 гривен брала в от и бы ценничка здесь нет у меня тут около 400 грамм морковка 8 гривен у меня тоже здесь около полки вот 4 гривны получается белокочанная капуста 7 гривен здесь почти килограмм 760 за килограмм помидорчики 983 по 3640 300 грамм помидоров затем хурма королек она у нас сейчас по 35 гривен в от и бы две штучки у меня получилось около 300 грамм вот она такая немаленькая яблочки гала по 9 гривен здесь у меня больше килограмма на 10 с копейками получилось и киви так сколько у меня здесь киви 5 уже где-то 6 штук было 6 киви покупала выбирала 6 киви по 60 гривен за килограмм у меня здесь получилось около полкила грамм 400 с копейками и самый дорогой продукт это брокколи но такая красивая капустка в общем я не устояла и купила 66 гривен за килограмм полкило 31 гривна брокколи можно покупать и в замороженном виде в некоторых супермаркетах она стоит относительно недорого так что вот так вот вот такой вот набор продуктов по ценам как вы видите не очень дорого всем доброе утро сегодня на завтрак у меня яичница из двух яиц и одного помидора жарила как всегда на сковороде с антипригарным покрытием 20 грамм ржаного хлеба и один малюсенький киви всем желаю хорошего начала дня и встретимся за обедом на обед сегодня у меня будет суп готовила я его самым обычным способом сварила куриный бульон затем добавила туда картофель морковь и лучок и вермишель в тарелке у меня примерно грамм 50 куриного мяса это белая грудка для супа я делала зажарку из моркови и лука с небольшим количеством совсем чуточку растительного масла в общем суп самый обычный затем у меня будет два кусочка хлеба весом 20 грамм и один мандарин всем приятного аппетита девчонки всем добрый вечер сегодня у меня вот такое вот экспериментальное красивое блюдо это рыба тушеная с фасолью и с овощами в порции у меня здесь рыбки 200 грамм и 150 грамм брокколи рыба получилась очень вкусная плюс это блюдо нам сэкономит килокалорий на хлебе поскольку в него входит красная фасоль и таким образом мы получаем крахмалистый овощ он прекрасно насыщает и двойная польза от протеинов рыба это животные протеины и фасоль у меня здесь как видите еще есть стручковая фасоль это растительный протеин что входит в блюдо добавила совсем немножко у меня кукурузы оставалось но это не обязательно сладкий перец томат пол килограмма хека у меня добавлено затем стручковая зеленая фасоль стакан красной фасоли немножко соли немножко лаврового листа добавила водички и все это протушила в мультиварке единственное девочки мой совет обязательно если у вас фасоль не из банки то есть подготовленная а вот такая как у меня была сухая на ночь замачивайте и проварите до полу готовности тогда она будет целенькая вот как у меня что ну не разварится и будет по времени приготовления чтобы рыба тоже у вас в пюре не превратилась но попробовала получилось очень вкусно в следующий раз когда буду готовить обещаю что сниму видео рецепт всем желаю приятного аппетита хорошего вечера и встретимся завтра за завтраком всем доброе утро вот так сегодня выглядит мой завтрак я порезала один киви и сделала пудинг из натурального йогурта 125 миллилитров и 1 чайной ложечки семян чья также добавлю немножко сиропа агавы что если банан то я сиропчика не добавляю буквально одна чайная ложечка и отправляю все вот так вот киви йогурт и сиропчик стакан так ну не хочешь ладно не хочешь мы тебя вот так туда отправим сейчас все перемешаю и буду завтракать вот такая вот полезная и вкусная вещь у меня получается всем желаю приятного аппетита хорошего настроения и конечно же хорошего дня встретимся как всегда за обедом сегодня на обед у меня будет кролик протушенный с овощами в мультиварке порция составляет 250 грамм хлеба я не беру поскольку у меня здесь находится картофель из овощей также есть брокколи кабачок баклажан немножко моркови обычный репчатый лук добавила лавровый листик приправы и все отправила в мультиварку и через 40 минут вот такая вот вкуснятина готова всем желаю приятного аппетита и встретимся за ужином и так девочки ужин в тарелке у меня здесь один помидор небольшой я бы сказала даже в нем наверное нет и 100 грамм а может и есть затем 1 тефть и соусом 2 столовые ложки протушенной белой фасоли я ее тушила с морковью с луком в общем я ее замачиваю потом отвариваю отдельно готовлю соус туда добавляю обычный томатный сок морковка лучок все это протушивается и в конце добавляю фасоль и травы прованса получается очень вкусно если любите можете добавить какую-то зелень или чесночок ну в общем кто как любит мясо не добавляла ничего не добавляла она у меня полностью такая овощная а затем четыре кусочка сыра бри половинка бородинского половина кусочка бородинского хлеба затем я заварила вот такой вот ромашковый чай я здесь покупаю в аптеке обычные цветы ромашки сейчас я вам покажу укладываю закрываю общем у меня здесь настаивается добавила также в чашку дольку лимона и чайную ложку цветочного меда я сейчас вот такой вот напиток пью практически в течение всего дня и с каждым приемом пищи опять же повторюсь но сейчас осень ходят различные вирусы не только вот этот вот которого все боятся и которые до который так обсуждается всеми и вся но и можно простудиться от обычного сквозняка поэтому иммунитет нужно поддерживать и я стараюсь каждый год я пью такой напиток еще нужно будет купить корень имбиря будет еще более эффективно ну вот в принципе такое меню на день у меня было сегодня всем желаю хорошего настроения и приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...